Доброе утро! Я Алла Ковальчук. И завтра я научу вас готовить пышный, ароматный и воздушный кекс с сукатами. Смотрите внимательно и купите все, что вам понадобится. Итак, мука. Для пышного кекса только пшеничная высшего сорта. Берем 1 килограмм, ведь мы приготовим сразу 3 кекса с сукатами, шоколадный и соленый сыром. Он вам так понравится, что вы будете готовить его каждый вечер. Еще возьмите 1 килограмм сахара и 12 куриных яиц. Теперь 600 граммов сливочного масла. Жирность 82%. Жирное масло означает пышный кекс. Сразу же берем сметану, молоко и твердый сыр. Я возьму мраморный. Вы можете взять любой. И мой сюрприз для вас. Сукаты для классического кекса мы сделаем сами. Нужно 2 апельсина и 2 лимона. И, наконец, 100 граммов изюма. Все-таки приятно делать покупки в магазинах с хорошей атмосферой. Где улыбаются продавцы, можно попросить совета, выбрать что хочешь, попробовать что-то новое. Делаешь хорошие покупки, а это задает настроение на целый день. Как видите, продуктов немного. Они очень простые. Но обещаю, завтра вы приготовите из них настоящие шедевры. Жду вас. Субтитры создавал DimaTorzok Стигенца. Запеченные нижние рулети с сыром и беконом. И Стигенца по-провенски. Не пропустит шанс дознатися секреты от сразу трех святовых кулинарных шедевров. А пока ответ на вопрос кулинарной викторины. Что в середние веки часто делали с кормы, которые переставали нестися? Правильная ответа. Публично судили. В середневековой Европе публичные суды над тваринами не были редкостью. Мишей судили за обсувание зерна, рогатоходобу, за упертість, або лень. Ну, а курей за саботаж у виробництві яець. Суды проходили в присутствии не меньше 20 заседателей, а курцы навіть призначали адвоката. Якщо он был достаточно красномовным, то мог довести, что курка совсем невинна и не несется не из злого намер. Якщо справа була програна, то курку засуджували до зажарювання на користь обіднього столу суді. Прежде чем мы начнем жарить бедрышки, все-таки надо узнать ответ на четвертый вопрос теста. Какой стороной выкладывать бедрышки на сковородку, чтобы они не пригорели? Марте было все равно. А это имеет значение, да, Сергей? Берешь бедрышки и выкладываешь их кожей вниз и прижимаешь. При соприкосновении с горячей сковородкой кожа моментально получает тепловое воздействие, белок начинает работать, начинает карамелизироваться. И именно так образуется замечательная поджаристая румяная корочка, которую, я уверен, вы все так любите. И необходимо заметить, что если курица достаточно жирная, а жир собирается под кожей, таким образом нам удается вытопить весь лишний жир, и корочка будет в таком случае как раз хрустящая. А по времени сколько обжаривать? 6-8 минут. Переворачиваем и со второй стороны жарим порядка 3-4 минут. Поскольку курица уже прогрета, требуется меньше времени на вторую сторону. И с этим связан последний вопрос теста. Как правильно жарить куриные бедрышки, чтобы они не остались сырыми внутри? Марта ответила, что в конце жарки нужно накрыть их крышкой и пусть они так дожарятся. Если мы подержим бедрышки только на сковороде, то мы, конечно же, получим слишком пережаренную наружную часть и сырые бедра внутри. Если мы накроем крышкой, то мы потеряем вот тот любимый всеми и цвет, и аромат, и хруст. Ну, это тушеная, да, получится. Что же делать? Принцип простой. Необходимо после обжарки, когда мы дали цвет курице, мы должны ее поместить в духовку. И таким образом она равномерно прогреется, проготовится, в том числе и возле кости, от цвета и хруста станет. Пришло время переворачивать. Я доверяю тебе это ответственное задание. И мы как раз посмотрим, что же нам дала мука. О, действительно золотистая, красивая и пахнется. Нужно теперь обвалять немного масла и прижать. Для меня и для всех, наверное, кто знал вашу прекрасную пару, Саша и Марта, ваше расставание стало каким-то очень грустным моментом. Почему это произошло? Да, Надюш, как-то не печально, но бывают в жизни моменты, весь быт. Мы с Сашей решили сейчас просто расстаться, потому что мы творческие люди, личности, и как бы слишком много нас вдвоем. И сейчас мы дружим, очень дружим. То есть вы та замечательная пара, которым удалось расстаться друзьями? Да. Ну, мы общаемся, там с праздниками поздравляем, то есть дружим. Ну, как бы партнеры все-таки. Я все-таки должен прервать. Вторая сторона у нас потребовала меньше времени, минуты четыре. Посмотри, что у нас получилось. Белиссимо. Настолько румяненькая получилась. И очень пахнет, очень, очень. Знаешь, сейчас такое ощущение, что она готова. Но она внутри сыроватая и пахнет. Куриная абсолютно сырая, особенно возле кости. Что мы должны сейчас сделать? Мы должны бедрышки прокрутить в масле еще один раз. И после этого переложить в противень. И, наконец-то, мы можем запекать куриные бедрышки уже в духовке. А вот и противенек. Отлично. Кстати, нам не нужно смазывать никаким маслом, поскольку достаточно уже находится масло и внутри, и снаружи. Плюс существует еще жир, который в самой курице. Этого будет достаточно, чтобы мы быстро и качественно запекли куриные бедрышки. Сережа, а при какой температуре запекать? Требуется практически не более 15-20 минут. При этом духовка должна быть разогрета до 200 градусов. Это правильный ответ на завершающий вопрос нашего теста. Как правильно жарить куриные бедрышки, чтобы они не остались внутри сырыми? После обжаривания их нужно отправить в духовку. И пока бедрышки будут доходить в духовке, у нас есть время заняться вторым блюдом, а именно бедрышки по-провански. Это очень быстрое и такое очень изысканное блюдо. И что нам понадобится для приготовления? Для бедрышек по-провански нам понадобится классический французский набор. Белое столовое вино, прованские травы, чеснок, томатная паста, подсолнечное масло и сливочное масло. Ну и, конечно, соль и перец. Мы будем готовить их прямо на сковороде и по ходу дела добавлять остальные ингредиенты. Ну, поэтому надо в сковородку поставить разогреться. Жарить мы будем на смеси сливочного масла и растительного. Здесь главное соблюдать пропорцию сливочного и растительного масла. То есть примерно два к одному. То есть если берем 20 граммов сливочного масла, то 10 миллилитров растительного. А ты, кстати, дома часто готовишь? Вот как мы с Сашей расстались, вообще не готов. Так не из-за этого ли вы расстались, что тебе приходилось готовить, а ты не хотела? Хотела, не хотела, надо есть такое слово. Слова хорошей жены. А я помню, что Саша изначально говорил о том, что ему очень хочется ребенка. У тебя не было таких мыслей до того, как вы расстались? Мы как танцоры, для нас период до 25-ти навряд ли есть такой, чтобы были дети. А сейчас нужно поработать сначала, а потом уже, чтобы у тебя был какой-то достаток, чтобы у тебя было дать что-то ребенку. Не значит ли это, Марта, что вы с Сашей решили расстаться на время, чтобы вдвоем отдельно побольше денег заработать? А потом уже после 25-ти опять Марта и Саша встретятся, станут жить вместе долго и счастливо. Такое может быть? Надюш, готово, да, масло? А кто же захочет отвечать на этот вопрос? Так, масло у нас готово к дальнейшей работе. Но начнем мы с чеснока. Понадобится три зубчика. Я их раздавлю, я не снимаю с них кожуру. Таким образом, у нас не будет такого неприятного вкуса жженого чеснока, но у нас будет аромат. И мы уже можем выкладывать бедрышки. Как я уже сказал, мы используем в этом рецепте вино. Поэтому мой совет, старайтесь его сначала выпарить немного, а потом использовать. Включаем достаточно активный, интенсивный огонь и минуты две просто его нагреваем, ничего не делаем. Когда вино попадает в горячий сотейник, мгновенно происходит испарение алкоголя, и вино быстрее и качественнее упаривается. Нам нужно примерно два раза его упаривать. А мы сейчас опять обжариваем так же? Шесть минут с одной стороны или здесь другая технология? Процесс обжарки разделен на несколько частей. Сначала так же около пяти-шести минут с одной стороны и три-четыре до пяти минут со второй стороны. И прожарится, да, в серединке что-то? Мы потом еще добавляем жидкие ингредиенты, вино, поэтому это все будет как бы тушиться дальше. Сотейник разогрет. Ё-моё! Да, вот он, алкоголь пошел. Теперь мы подержим буквально пару минут, чтобы оно загустило. Никогда не варила вино. Не поджарилось ли еще? Уже нужно переворачивать. Итак, пока у нас выпаривается вино, у нас как раз есть время, чтобы заняться нашими куриными бедрышками в молоке, сделать рулеты. Нам понадобится сыр и бекон. У нас будут еще оливки в этом рецепте, а также сливки, которыми мы потом зальем эти рулетики. Доставай, протри и потом выкладывай их обратно на доску. Я могу показать два способа формирования рулета. Так, пока вы протираете, вино наше упарилось в два раза. Добавляем его уже к курице, накрываем крышкой и оставляем еще минут на восемь. Накрывай. Слушай, ну это вообще... Да, уменьшаем огонь обязательно. Мы сейчас вернемся все-таки к рулету. Итак, значит, у нас... Я тебя попрошу нарезать сыр соломкой мелкой. Надя, наверное, шесть полосок бекона нам нужно будет разрезать пополам. Так, а я займусь оливками. Оливки в этом случае можно нарезать кружочками. Нам понадобится еще пленка, поскольку те бедрышки, которые мы подготовили, для того, чтобы они были еще более нежными, их необходимо совсем чуть-чуть отбить молотком, но нужно это сделать через пищевую пленку. Использование пленки позволяет защитить все-таки от прямого воздействия молотка. Это немаловажно. А как правильно отбивать их, чтобы... Те, которые у нас разрезаны, без карманов, мы отбиваем только с внутренней стороны. А те, которые карманчиками, мы по чуть-чуть отбиваем с двух сторон. Это слишком сильно. Вот чуть-чуть прихлопывая их, я бы так сказал. Так, когда нервничаешь, можно так приготовить бедрышки. Выкладываешь бекон. Буквально застилаем внутри. Потом идет у нас сыр. И оливки. Понадобится зубочистка для того, чтобы края закрыть, и они не разворачиваются. Сыра много, сыра много. Ты не сможешь завернуть, и он может еще и вытечь. Вот вам оливки. Я думаю, что хватит. Как получается? Посмотри. Получилось? А я вам приношу следующую партию. Это уже куриные бедра, из которых мы с помощью спицы извлекли косточку. И таким образом получили куриное филе с кармашком. У нас здесь более хитрый способ приготовления рулетов. Делаем рулет в рулете, если можно так сказать. Берем бекон, берем пару кусочков сыра, немного оливок, так, чтобы удобнее было завернуть. И начинаем заворачивать. И получаем такой мини-рулет, который потом, как несложно догадаться, пойдет в наш кармашек. Прелесть какая. Слушай, он такой аппетитный. Только мы их осторожно завернем и положим стыком вниз. А образовавшийся кармашек, благодаря спице, позволит держать начинку внутрь. Абсолютно точно. И не нужно зубочистками скреплять. Мы сегодня используем стеклянную форму. Она огнеупорная. В ней практически ничего не пригорает. Поэтому фольга не нужна для того, чтобы застилать ее на дно. Выкладывай. Следующий этап. Мы заливаем куриные бедрышки сливками. Они дадут нашему блюду очень такой интенсивный, плотный вкус. Сливки должны покрыть рулеты где-то до половины, до высоты. А посолить? Вот. Ну и поперчить. Да, поперчить. Я люблю. У нас бедрышки по-провански. Надо к ним вернуться. Перемешиваем соус, чтобы он равномерно был. Ой, как прекрасно. Смотри, какой густой он. Прямо как сироп. Нам, конечно, нужно еще разок перевернуть будет. Я уже сделаю это за тебя. Нужно будет еще томатная паста. Добавляй 2 столовые ложки сюда. В соус лучше. Потому что нам нужно растворить его. Я сделаю вот так вот. Перемешал. Сережа, у нас скучают рулетики куриные со сливками. Им пора отправляться в духовку. В духовку. Ну а те, которые там пекутся, жареные, уже будем вынимать? Время уже прошло? Так уже время пришло, так что можем доставать. Я напоминаю, что прошло 20 минут. Я уверен, что куриные бедрышки уже готовы. Мне кажется, готовы, да. Но надо проверить известным всем способом. Сам толстые части бедрышек нужно проколоть. Я возьму нашу спицу, вы можете взять зубочистку. Так, ты видишь, сок вытекает? Да, чуть-чуть есть. Какой сок? Прозрачный. Это говорит о том, что курица готова. Если течет сок розоватый или немного мутный, это значит, что курица требует еще времени. Они готовы, да, все. Первое блюдо у нас готово. Марта ликует. Марту, ну очень красиво получилось. Тебе придется положить наше второе блюдо тоже в духовку. Нам, конечно, нужно еще застелить сверху фольгой. Она же должна запекаться, иначе сливки сгорят. Одним слоем нам нужно просто сделать крышку. Таким образом 20 минут мы будем запекать наши рулетики под фольгой, для того, чтобы они пропарились. А потом уже последние 10 минут мы будем запекать без фольги, для того, чтобы блюдо приобрело замечательный такой золотистый оттенок. Отправлять ее? Да. Жареные бедрышки мы подержали 10 минут на сковороде и дали еще 20 минут в духовке, чтобы они полностью приготовились. Рулетики из бедрышек мы только что отправили в духовку, тоже на 20 минут. После чего достанем их, развернем фольгу и будем запекать еще 10 минут для красивой корочки. А на сковороде сейчас тушатся бедрышки по-провански. А у нас пока есть время попить кофе, ведь якобс-монарх наполняет нашу кухню теплым общением. И что же дальше, Сереженька? Бедрышки дошли. Вот теперь я предлагаю вернуться к моему фирменному соусу. Я уверен, что вы ничего подобного не делали. Поэтому я предлагаю вам сейчас готовить вместе со мной. Вам понадобится помимо кожи с трех бедрышек сотейник, 3 желтка, столовая ложка горчицы, порядка 4 столовых ложек сливочного масла, опять-таки томатная паста, петрушка, ну соль, перец стандартный. Каждый берет себе по кусочку и быстро нарезает произвольно полосками. Кожа достаточно жирная, а это значит, что в ней очень много вкуса. И при жарке ты увидишь, как он будет раскрываться. Секунд 30 сотейник постоит на огне, и уже можно закладывать кожу. Я попрошу вас пока отделить белки и желтки. Нам понадобятся только желтки. Без всякого масла, без всякого жира я отправляю кожу прямо внутрь. И вы услышите, как она начинает шипеть. Кусочки начинают отдавать свой жир. Это и есть секрет твоего соуса? Да, абсолютно точно. Мартусь, а как ты думаешь, вот если... Уронила яйцо! Не обращай внимания, принесу еще. Берете вилку и взбиваете желтки, ну совсем немного, для того, чтобы они приобрели однородность. Кожа начинает румяниться, золотиться, начинает выделяться очень много жира. Я этот жир стараюсь удалять, поскольку в соусе он нам особо не нужен. Сливаю лишний жир и продолжаем жарить. У нас получаются такие шкварки, которые, в общем-то, начинают приставать уже ко дну сковороды. Вот именно вот эти кусочки ароматные и будут основой нашего соуса. Ох ты и затейник, Сережа! Да. Ну как ты придумал-то соус такой? Науку соусов я изучал во Франции, и зная разные базовые соусы, я смог сделать свою комбинацию. Март, я попрошу тебя вмешать по чайной ложке, без горки, горчицы и томатной пасты. Ааа! Желтки, да? Желтки, да. Надя, тебя попрошу мелко нарезать петрушку. У меня, в принципе, все готово. У нас получились шкварки, да, они не нужны нам больше. То есть мы жарили, жарили и все выбросили? Мы можем это съесть, конечно, но нам нужно именно вот этот аромат, который остался на дне. И пока сотейник горячий, мы сейчас добавляем сливочное масло. 80 грамм, это примерно 4 столовые ложки. Я растоплю масло не на огне, поскольку оно иначе будет тогда гореть. И следующая задача, с помощью масла, которое превратилось в жидкую субстанцию, мы должны весь нагар, который есть, снять со дна. То есть масло плавится. Вот я могу показать, что дно осталось практически чистым. Видишь, вот это вот все попало в масло. Я буду наливать по чуть-чуть тонкой струйкой масло, а ты будешь постоянно мешать, поскольку у нас там находится желток, важно, чтобы он не свернулся. Перемешивай по всей окружности. Давай, 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 давай. Мы получили густой соус. И посмотри, какая консистенция. Глянцевая. Отлично. Тягучая. А петрушка-то, петрушка. Щепотка очень тонко нарезанной петрушки, по-французски это называется шифонат. Шифонат. Соль, перец по вкусу. Я еще раз переверну наши бедрышки по-провански, для того, чтобы вторая часть тоже получила воздействие томатного соуса. Мы должны снять фольгу с бедрышек, которые запекаются в духовке. Ах, как пахнет. Сливки начали уже проготавливать наши рулетики. Остается 10 минут для того, чтобы верх покрылся замечательным золотистым цветом. Обратно в духовку. Обратно. Фольга нам больше не нужна, но зато нам нужны прованские травы. Это последний штрих в нашем блюде, который так и называется, бедрышки по-провански. В прованские травы входят разные комбинации. В принципе, нет единого кем-то утвержденного рецепта. Но, как правило, сюда входит тимьян, розмарин, орегано, шалфей. Иногда входит лаванда. Добавляй одну. Одну чайную на все три. Ты насыпай на соус, именно не на само мясо. А, угу. Я накрою, перемешаю, как я показывал. Хочешь попробовать? Конечно. Ну, давай уже. Конечно же, ноги. Ой, вот это неудобно. Так, мы можем начинать выкладывать жареные куриные бедрышки. Они у нас готовы. Да, да. На тарелку. Соус налить нужно, да? Да, соус мы как раз поставим его в середину и для красоты, и для вкуса. Прямо как в ресторане. Смотри, соус упарился. У нас получилась такая подливка. Давай выкладывать. Какой насыщенный аромат по всей кухне. А цвет какой, смотрю. Это просто удивительно, что из одних и тех же куриных бедрышек можно приготовить настолько разные блюда. У нас еще и рулетики. Рулетики, которые находятся в духовке, должны постоять еще несколько минут. Мы пока попробуем эти два замечательных блюда, а к тому времени они уже дойдут. И это настолько красиво, что я сразу же вспоминаю о галерее звезд. Фотографии, которые украшает мой холодильник, как память о всех незабываемых встречах. О, Мартуся включила красотку. Гениально. Давай попробуем. Главное, не забудьте, что у нас внутри тимьян. Его нужно достать перед тем, как есть. Спасибо огромное еще раз. Я уверена, что они будут в восторге. Все мои друзья, все мои родные, которым я это предоставлю, они просто будут в шоке. Так вкусно, как будто я сам готовил. Блюдо удалось на славу. Сочные, нежные, полностью приготовленные внутри, зажаренные снаружи. Эти бедрышки лучшее из всего, что я пробовала. Вот это и есть классические бедрышки, они такие и должны быть. Гениально. Ну, я рад, что тебе понравилось. Будешь делать. И что я хочу тебе сказать, Сереженька. Отдельное спасибо за великолепный совершенно соус, который идеально подходит к этому блюду. У него такой и остренький, и в то же время очень нежный, благодаря желткам, вкус. Я не ожидала, честно. Богатый вкус. И время попробовать вот эти бедрышки. Бедрышки по-провански. Сочная, хорошо приготовленная, не пересушенная, ароматная. Все, что нужно. Это очень-очень-очень нежное и мягкое мясо. Хочется кушать его, пробовать и дарить близким такое нереальное просто вкус. Очень вкусно, очень вкусно. У нас в духовке запекаются в сливках рулетики из куриных бедрышек. Уже пора доставать? Я думаю, что пора доставать. Класс, как похнет. Будем выкладывать на тарелочки? Давай. Как бы казалось, один продукт, и так по-разному его раскрыть. Это блюдо мы запекали в духовке примерно 35 минут. Абсолютно нет даже признаков того, что оно пересушено. А каждый кусочек оливки – это такая приятная находка. Я обожаю этот текучий сыр вместе с беконом, он просто сочетается. Куриные бедрышки казались скучными, теперь мне кажется, что это действительно продукт, который легко превращается в кулинарный шедевр. Готовьте вместе с нами, и у вас все будет смачно. А сейчас запишите рецепт. Для приготовления жареных куриных бедрышек вам понадобятся куриные бедра, растительное масло, лимон, чеснок, сушеная паприка, мука, соль, перец и тимьян. Промойте и обсушите куриные бедрышки. Для приготовления маринада смешайте до однородности растительное масло, лимонный сок, сушеную паприку, соль, перец и раздавленный чеснок. Залейте куриные бедрышки маринадом и вотрите его руками в куриное мясо. Оставьте бедрышки в маринаде на 30 минут. После этого достаньте бедрышки и бумажными салфетками удалите излишки маринада. Веточку тимьяна или другой вашей любимой свежей специи заложите с внешней стороны под кожу. Затем обваляйте бедрышки в небольшом количестве муки и выложите внешней стороной с кожей на хорошо разогретую сковороду. Жарьте бедрышки с одной стороны 5-6, а со второй 3-4 минуты до появления румяной корочки. После этого переложите бедрышки в форму для запекания и поставьте в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов. Для рулетиков из куриных бедер с сыром и беконом подготовьте куриные бедрышки, сыр, бекон, оливки, жирные сливки, соль и перец. Промойте и обсушите куриные бедрышки. Аккуратно снимите кожу и удалите внутреннюю кость. Оставшееся мясо вымачивайте в молоке не меньше 30 минут. Слегка отбейте бедрышки через пленку кухонным молотком. Для начинки порежьте твердый сыр длинной соломкой, бекон ломтиками, а оливки кружочками. Сформируйте рулетики одним из двух способов. Если вы разрезали бедрышко вдоль кости, чтобы удалить ее, то выкладывайте начинку на один из краев мяса и сверните рулет, закрепив его зубочистками. Если вы достали кость, сохранив бедро целым, то сверните начинку в маленький рулетик и заложите внутрь бедра на место кости. Для запекания выложите рулетики швом вниз в форму, залейте сливками, посолите и поперчите. Накройте сверху листом фольги. Рулетики запекайте при температуре 200 градусов около 20-25 минут. Затем снимите верхний лист фольги и держите в духовке еще 10-15 минут. Для бедрышек по-провански в вашем распоряжении должны быть куриные бедра, белое вино, сливочное масло, растительное масло, чеснок, томатная паста, прованские травы, соль и перец. Промытые и обсушенные куриные бедрышки выложите на сковороду с хорошо прогретой смесью растительного и сливочного масла. Жарьте бедрышки 5-6 минут с одной стороны и 3-4 с другой. В отдельном сотейнике выпарите алкоголь из белого сухого вина. Влейте в сковороду вино, уменьшите огонь, накройте крышкой и подождите 8-10 минут, пока соус немного загустеет. Добавьте томатную пасту и тушите еще около 10 минут, пока мясо не станет нежным, а соус не превратится в глазурь. За минуту до полной готовности добавьте к мясу смесь сухих прованских трав. Для авторского соуса Сергея Калинина вам понадобится куриная кожа, яйца, томатная паста, горчица, петрушка, сливочное масло. Куриную кожу растопите в сотейнике. Параллельно взбейте 3 желтка и вмешайте туда горчицу и томатную пасту. Из сотейника с куриной кожей удалите оставшиеся крупные кусочки и слейте жир. Снимите с огня и добавьте масло. Подождите, пока оно полностью растает. Перемешайте. Масло с растопленной куриной кожей тонкой струйкой влейте в яичную массу. Добавьте мелко нарезанную петрушку. По вашему вкусу посолите и поперчите. Наступного разу с кухней все будет смачно, вы відчуете себя справжним кондитером. Адже мне лишь одна година и ваш стил прикрашатимут 3 пухки румяне домашние кекси. Разом с участницей первого сезона шоу «Холостяк» Яною Соломко, вы власноруч приготовите дивовижные домашние цукаты. Оставляйте с нами и все гарантовано будет смачно.